При открытой системе водоснабжения в трубы поступает вода из ТЭЦ. По одной трубе в систему отопления, проще говоря, идет в батареи. По другой трубе поступает горячая вода в краны. Вода при этом очищается различными химическими веществами. Это позволяет сохранить долговечность труб. Они не ржавеют и не засоряются. Но такую горячую воду нельзя использовать для приготовления пищи и питья. Конечная стоимость горячей воды в открытой системе водоснабжения госслужбы не устанавливается. Примерная расчетная стоимость за 1 кубометр – около 100 рублей. В закрытой системе дешевле – 84 рубля 75 копеек. Горячая вода в данном конкретном случае отбывается прямо из системы теплоснабжения. И люди здесь, в этом доме, пользуются химически очищенной водой. Горячая вода, чтобы не ускоряла износ трубопроводов, чтобы уменьшилась коррозия и так далее. При закрытой системе водоснабжения холодная вода поступает из городской водопроводной сети. Подогревается специальными приборами и поступает в краны квартир. С экономической точки зрения подогревать воду таким образом дешевле, чем в открытой системе. И эту горячую воду можно использовать для приготовления пищи и питья. А горячая вода на отопление также поступает с ТЭЦ. В конечном итоге холодная вода прошла через теплообменник, подогрелась до нормативной температуры и пошла в краны. В Чебоксарах около 60% многоквартирных домов с открытой системой водоснабжения. При строительстве они обходятся дешевле. Но проектировщики не вольны руководствоваться исключительно соображениями экономии. Зачастую выбор зависит от особенностей существующих коммуникаций. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.